Уже не раз было сказано о том, что лето наиболее опасное время года. Именно летом дети больше всего подвержены риску на дорогах. Зачастую на каникулах они предоставлены сами себе, а значит и статистика ДТП с участием детей неизменно растет. Так, неделю назад под колеса авто попала 14-летняя жительница Полысаева, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Девочка была госпитализирована с диагнозом перелом ступни. Дети не только ходят по проезжей части, но и едут, используя мопеды и велосипеды. Рейд по выявлению нарушений среди водителей двухколесной техники сотрудники ГИБДД провели 15 июля. В ходе рейда были проверены более 40 водителей мототранспорта. В ходе рейда сотрудниками ГАИ было выявлено более 20 административных правонарушений. За управление транспортом не зарегистрировано в установленном порядке одно нарушение. За управление транспортом, не имея на то право управления 5, по части 2 ст. 12.29, это управление транспортом без мотошлема 10. И по ст. 5.35, часть 1, на родителей несовершеннолетнего был составлен протокол. На специализированную штрафстоянку было помещено 5 единиц техники. Всего проверено в ходе рейда более 40 единиц мототехники. Хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения. Будьте внимательны при движении на автомобиле, так как внезапно на автодороге может появиться мотоциклист. При перестроении включайте указатели поворота, не нарушайте правила проезда. А спустя несколько часов страшными последствиями обернулась для двух велосипедистов ночная поездка по технологической дороге шахты Кирова. Водитель многотонного грузового автомобиля «Вольво» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди велосипеда под управлением молодого человека 88-го года рождения и совершил на него наезд. Водитель велосипеда двигался в попутном с автомобилем направлении, ближе к правому краю проезжей части. На район велосипеда перевозил несовершеннолетнего пассажира. В результате ДТП водитель велосипеда был госпитализирован с переломом ключицы, а несовершеннолетний пассажир 99-го года рождения погиб на месте. По предварительным данным, виновен в этой аварии водитель грузовика.